Сергей Владимирович, в свою очередь, также Украину создал Ленин, вы прекрасно помните эти нарративы, а украинцы и русские это единый народ. Эти заявления неоднократно звучали из уст президента Российской Федерации Владимира Путина, про кремлевских СМИ, журналистов так называемых. Хотя эти заявления может оспорить любой уважающий себя историк. Все, что за многие годы наговорил об Украине президент России, наши коллеги собрали в одну нарезку. Давайте эту нарезку послушаем и после обсудим. Французская публика знает о русской Анне, королеве Франции, вот, младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудро. Я считаю, что мы один и тот же народ. Если посмотреть на реалии, это так и есть. Вообще, украинцами называли людей, которые жили... Украинцами. 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 Называли людей, которые жили на рубежах. Российского государства. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал. О том, как и где он хочет жить. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. Сергей Владимирович, я провожу параллели между этими бредовыми заявлениями, которые мы только что услышали, и между ежедневными заявлениями впоследствии ракетных ударов. Мы прекрасно помним, мы с вами не раз обсуждали, когда захватывала Российская Федерация Северодонецк, Лисичанск. Как они нагло врали, как они семь раз, по-моему, заявляли о том, что взяли под контроль меловое. Вот скажите, пожалуйста, в свою очередь, смотрите, говорит ли это о том, что Российская Федерация, зная, ну и в Кремле зная, где они проигрывают в информационном плане, именно туда они дают больший удар и еще бредовей додумывают каждую выдумку? Ну, смотрите, я вот для начала хотел бы как раз вот с конца ролика. Я думаю, что пройдет какое-то время, не буду я пытаться угадать, какой именно, я не Нострадамус, но пройдет какое-то время, и вот останется именно то, что говорил Путин, только немножко в другой интерпретации. Мы будем пересматривать архивы, в которых будет, ну или наши дети, или внуки, в которых не будет уже Российской Федерации, а будет какая-нибудь Московия имени Владимира Путина. Такая себе нарезочка территории бывшей Российской Федерации, вся остальная, эта махина, конечно, развалится, потому что, наконец-то, люди поймут те же самые, Якутия поймет, что они при своих огромных гинжищах влачат просто какое-то нищенское существование. Возможно, малые народы, такие, кстати, как и буряты, поймут, что их просто убивают на сегодняшний день в Украине, отдают просто в эту гущу войны для того, чтобы просто перемолоть и уничтожить. Недавно где-то в интернете опубликовали статистику, сколько воюют жителей Питера или Москвы, и сколько воюют на самом деле малых народов в Украине. Ну, там разница в сотне просто процентов, просто в сотне. Что касается всей этой ахинеи, которую несет Путин, то тут две вещи, можно сказать. Первое, ну, человек абсолютно не, ну, я не знаю, я не знаю, как он учился в ВУЗе и с какими оценками он заканчивал, но он абсолютно не эрудирован, он, наверное, не читал ничего, кроме каких-то темников там КГБ. Человек привык, давайте вспомним риторику Путина, Пескова, Лаврова, это риторика гопников. Гопников, которые просто имеют возможность говорить с позиции силы, пока их боятся. Они имеют возможность угрожать кому угодно. Давайте вспомним Меркель, на встречу с которой пригласил Путин свою собачку, зная, что у нее фобия. Давайте вспомним, сколько он заставлял часов ждать президентов разных стран, пока он приедет. Уже Эрдоган заставляет ждать Путина, то есть вот эта вот позиция силы уже немножко поменялась. Ну и понятное дело, что там, где они слабы, там они просто рассказывают, ну, любую ахинею, какую только возможно. Ну, окей, придумали они там историю про Ленина и Украину. Ну, завтра придумали 9 взятий криминной. Послезавтра они придумают, я не знаю, что они, 150... А, тысячу баррактаров они у нас сбили. Ну, тоже хорошая история. Все ракеты Хаймерса позбивали, которые в мост все-таки попали. Ну, тоже какая-то придуманная история. Ведь они же идут четко по стопам гитлеровской и нацистской Германии. Ну, вот четко. След в след. Мы сейчас получаем информацию с оккупированной территории Луганской области о том, что жители заставляют просто приносить книги об Украине и любую литературу на украинском языке. Приносить ее уничтожают. Ее просто уничтожают. Что это было? Это 1939 год. Четко нацистская Германия поступала точно так же. С уничтожением литературы, с уничтожением инакомыслия. А для путинской и вот этой Москвы все, что отличается от них, это инакомыслие. Но если уже, знаете, одиночные пикеты, когда бабушка, ветеран Второй мировой войны, выходит одна просто с бумажкой, на которой написано «нет войне» и получает административный штраф в 13 или 15 тысяч рублей, это просто маразм. Тут уже, ну ниже уже упасть, ну некуда. Но пока российский народ это принимает, ну это, наверное, будет продолжаться. Да, не только книги. Вот вы про книги сказали. Очень лакомым объектом для российских военных. Школы, где в оккупации берутся города. Давайте вспомним Херсонщину, Херсон. Это работа, да, такая профилактическая с педагогами. То есть мы видим, что вот именно учителя, то, что приводит к серьезному такому процессу, как образовательный процесс, это в первую очередь пытаются уничтожить российские военные, потому что понимают, что именно вот эта составляющая, как образование, является очень важной. Вот вы сейчас вспомнили эту собачку, да, Ангелу Меркель, а также вот те заявления, которые мы только что показывали с уст Владимира Путина. Вы сказали, что, но насколько я поняла, правильно я поняла, что все равно, вот вы просто начали говорить о том, что, ну, там не хватает, возможно, знаний Владимиру Путину. А не думаете ли вы, что на самом деле всего хватает, а просто, ну, искажаются действительно исторические факты и преподносятся? Мы же можем видеть, что российским пропагандистам удается потом частично миру показать и сказать так, как они считают нужным. И, к сожалению, есть часть мира, которая долгое время это воспринимала за правду. А вот именно эти пять месяцев показали, в частности, той же Европе, что на самом деле нет, не так. И вот эти вот визиты, которые совершаются европейскими лидерами в Украину, они на самом деле меняют, меняют их мировоззрение. И, действительно, они тоже начинают думать об исторических фактах, о том, как Украина развивалась и развивается, и продолжать будет развиваться. То есть мне все-таки кажется, что Путин говорит осознанно неправдивые вещи для того, чтобы в мире это все воспринималось за чистую монету. Ну, мне так кажется. Возможно, я здесь и не права. Сейчас вы можете подкорректировать, и уже будем тоже с вами завершать тогда. Ну, однозначно он верит в то, что он говорит уже, а у него другого варианта нет, потому что он просто уже пожигал мосты. Но то, что они вот в этом пути своем, в этой своей слепой вере в свою же чушь начинают деградировать, то очень хороший образец для этого и пример – это Лавров. Ведь, по большому счету, Лавров достаточно неплохой дипломат. Мы его знаем таким, мы его помним, ну, по крайней мере, кто хоть немножко отслеживал российскую политику. И он достаточно вот дипломатично, политкорректно, толерантно всегда вел переговоры. И как-то, ну, был даже, возможно, для кого-то примером. И давайте посмотрим на Лаврова, что он из себя представляет. Такое впечатление, как будто это брат-близнец, которого где-то на Соловках держали лет 18. Это просто, ну, быдлогопник. Единственное, что в костюме, который выражается матом. Причем на всевозможных площадках политических. Это и в ООН, и где-то на встрече с какими-то дипломатами он позволяет себе журналистов посылать просто прямым текстом. Ну, то бишь, просто мы видим, что люди деградируют. Если бы, вот, я думаю, если бы все-таки с эрудицией, если бы со знаниями было бы все в порядке, то люди бы не допустили своей деградации. Но ведь они же, собственно говоря, представляют огромное государство. Но сейчас, на сегодняшний день, уже весь мир, по-моему, понял, что с ними нельзя иметь дело. Что они врут на каждом шагу. Давайте возьмем просто, ну, мы сколько раз миру говорили, что вас обманут, все равно как бы, ну, пытаются им поверить или дать шанс. Ну, окей, хорошо. Давайте вспомним последний обстрел ракетами порта Одессы на следующий день после договоренности с Ордоганом. На следующий день просто. Ну, что это, как не показатель вот этой вот силы гопников. Но сейчас, однозначно, я думаю, что весь мир понимает, что на территории Украины, к сожалению, на территории Украины, но тем не менее, можно победить Россию однозначно, и можно уничтожить такого монстра агрессивного, у которого аппетиты ведь на Украине не заканчиваются. Ну, поэтому я точно так же, знаете, я горжусь своей родной Луганской области, за которую я и отвечаю, в том плане, что она стала таким бастионом, который сдерживает российскую армию, несмотря на то, что совсем небольшая часть Луганщины, ну, как бы приняла бой. Так получилось, потому что это все-таки полномасштабное вторжение, огромные силы пошли со всех сторон, и военные приняли правильное решение оставить часть территории, хотя и для меня лично очень болезненно было принято. Но, тем не менее, до сих пор небольшая частичка Луганской области, но все-таки держит оборону и не дает возможности прорваться российской армии. То же самое будет с Россией и на мировых, на всех площадках. Уничтожит эту страну, не будет ее, и максимум, что оставит это воспоминание архивное, еще раз говорю, про Московию имени Путина. Ну, и стоит отметить, что как раз в том числе и благодаря Луганской области сейчас мы с вами общаемся в прямом эфире, и сейчас мы можем доносить эту всю информацию до людей, которые находятся абсолютно в каждом уголке мира. Сергей Владимирович, вам огромное спасибо. Берегите себя, и будем с радостью вас подключать к эфиру, чтобы из достоверных источников, напомню, получать и распространять информацию. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации, был на прямой связи с нашей студией.